здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители моего канала в этом видео я расскажу вам о проблемах киа рио и hyundai акцент это не означает что автомобили только проблемные хочу не стоит покупать нет машина очень достойный обзор как на одну так и на вторую есть на моем канале поэтому посмотрите пожалуйста а в этом видео я расскажу вам только о недостатках нюансах и проблемы которые я заметил поэтому приятного просмотра первая проблема с которой можете столкнуться кроется здесь под капотом и это даже не кочерга нет здесь достаточно проблемные катализаторы в целом моторы как 1 и 4 литра так 16 причем всех поколений они реально очень надежные они проходят и по 500 и по 600 тысяч километров не просто так их скупили все таксисты но есть проблемы с катализаторами действительно они могут засориться и на 50 тысячах пробега и на 100 и на 150 и стружка терамическая она попадает из катализатора в мотор цилиндры откуда появляются задиры жар масла и дай бог если у вас автомобиль просто станет где-то в аварийный режим или перестанет ехать и все будет хорошо очень плохо если он застучит тогда придется травиться на капиталку этого мотора это не дешево потому что капиталка будет стоить вам где-то наверно вот тысячи долларов и выше подержан такой мотор вы можете купить где-то от полутора но мотор будет стоить пять тысяч долларов так что следите за состоянием катализатора и заправляйтесь только хорошим топливом и будет вам счастье второй проблемы это автомобиля я бы назвал то что здесь нет гидрокомпенсаторов то есть клапана вам придется регулировать вручную подбором толкателей эта операция производится в основном только на официальном деле ли потому что она достаточно сложная и ну простое столом этого не сделает или не сделает достаточно качественно поэтому проще приехать официальному дилеру отдать им машину они все сделают все будет у вас хорошо процедуру это нужно повторять где-то раз 100 тысяч километров стоит она 150 200 долларов может 250 но в целом просто нюанс этого мотора это не значит что это прям проблема и беда не стоит покупать не просто это дополнительный расход третьим нюансом этого автомобиля я бы выделил мотор 14 литра нет мотор не проблем каких-то там особых нюансов у него нет но он слабоват реально слабоват в рестайлинге от автомобиля из этого мотора выжили уже 100 лошадиных сил было 109 причем это сделано искусственно для того чтобы просто попасть под вот границу налога в россии налог действительно стал меньше и действительно можно приехать просто про чиповать мотор оригинальной прошивкой корейской и сделать из него 109 сил но динамики ему это сильно не прибавит особенно на автомате для того чтобы хоть как-то ускориться вам придется прямо раскручивать этот мотор на как вы понимаете это мотор не особо приспособлен для того чтобы постоянно работать на высоких оборотах если вы едете один по городу летом такси и машина работать там два человека три максимум принципе без проблем да то есть вы не резко разгоняетесь вы как-то не спеша едете и все с ним хорошо но если вы ездите по трассам особенно нагруженной машине 3-4 человека плюс багаж вам придется от мотор раскручивать до высоких оборотов чтобы он хоть как-то разогнался а как вы понимаете вы же не будет мотор обслуживать раз пять тысяч так как это делать там на спортивных автомобилях и мотор у вас будет сильнее изнашиваться и из-за этого могут у него опять же появится задиры да он может где-то перегреться в общем много 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 вытекающих факторов которые могут произойти они могут и не произойти но вероятность возрастает поэтому вот мотор 114 литра особенно с автоматом на этой машине я вот не совсем рекомендую я бы назвал это вот нюансом автомобиля то что ну придется его выкручивать для того чтобы машины хоть как-то ехала с мотором 16 литра здесь конечно все поприятнее вот он ровненько подходит этой машине его кстати даже на кред устанавливать который блин тяжелее на 150 килограмм ну ребят куда ну ладно то есть мотор 16 литра здесь без проблем и вот этот нюанс к нему не относится только мотор 1 и 4 литра пойдем дальше проблемой номер четыре я бы выделил тоже в принципе вещь связана с динамикой автомобиля это его неустойчивость на дороге реально она существует я сегодня специально разгонялся до 120 и 130 и 140 километров час пробовал как автомобиль себя ведет каких-то вот минимальных маневрах и я пришел к выводу что у автомобиля на скорости больше 100 километров час начинает в жопу подводить то есть вы уходите в поворот передней частью а заняться в эту же сторону у вас начинает уходить только через пол секунды секунды это может быть фатально если вы объезжаете препятствий у вас сначала маневр вправо потом влево жопа просто не успеет за этой ситуации и выкинет вас дороги поэтому есть вот такой нюанс действительно автомобиль на больших скоростях неустойчив и не гоняйте на нем он создает впечатление устойчивость если у вас например много пассажиров вы едете по прямой все хорошо действительно автомобиль ощущается устойчивым но любой маневр любое движение рулем и вы понимаете что автомобиль болтает а это уже опасно поэтому ребята которые гоняют на этих автомобилях там 150 плюс ну просто поберегите себя лучше подпишитесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии смотрите мое видео это гораздо интереснее чем лежать где-то в земле закопано поэтому я очень надеюсь на вашу благоразумие и на то что вы просто будете себя беречь пойдем дальше пятой проблемы этого автомобиля я бы выделил слабое лобовое стекло она здесь достаточно жесткая и любой такой более менее серьезный камешек может оставить на нем скол скол может прирасти в трещину стекло здесь на самом деле не самое дешевое потому что здесь начиная со средней комплектации уже идет обогрев лобового стекла лобовое стекло с обогревом будет вам стоить от 600 долларов 600 долларов если авто у вас если у вас автомобиль на каской никаких проблем нет каска вам меняет лобовое там чуть ли не безлимитном варианте но есть у вас каска не будьте готовы платить без обогрева лобовое стекло будет стоит порядка 200 долларов что уже более или менее приемлемо плюс стекла затираются плохими дворниками поэтому не экономьте на дворниках то есть меняйте как только они у вас подошли ну вот такая вот особенность но с другой стороны многие скажут да плевать вообще сколько это стоит потому что когда ты выходишь зимой и все стоятся скрипками там хреначат эту кнопочку нажал покурил минутку и у тебя все стекло чистенькое это конечно здорово но надо платить увы 6 проблема этого автомобиля я бы выделил слабое лакокрасочное покрытие она здесь действительно не самые надежные сколы появляются самая большая проблема в том что сколы которые появляются на крыше будут у вас ржаветь со временем поэтому я бы настоятельно рекомендовал хотя бы вот эту полосочку на крышу заклеить пленочку чтоб там хотя бы скольчики у нас не образовывались и не гнили с крыши здесь недостаточно хорошо обработано но в целом большая такая проблема и опять же здесь краска имеет свойство облазить со временем опять же после длительного движения по трассам камнепада вот это вот есть такой нюанс и действительно эта проблема большинства современных бюджетников так что увы-увы седьмая проблема это задний ряд просто беда потому что я пытаюсь сесть я во-первых были ударяюсь головой а во вторых я сюда не влезаю причем рост мой метр восемьдесят два то есть я не самый длинный человек на свете но вот я уперся в переднее сидение и куда это годится если я выпрямлю спину то я упрусь головой в крышу еще за бред ну то есть автомобиль абсолютно не имеет заднего ряда сидений здесь большой человек не поместится поэтому я считаю что это проблема этого автомобиля пойдем дальше восьмой проблемы это автомобили я бы выделил относительно слабую электрику потому что есть жалобы на то что перегорает обогрев переднего сиденья глючат кнопки глючит приборная панель иногда перегорается эти диоды в фарах есть мелкие нюансы по электрике и они к сожалению могут встретиться на пробеге уже в 100 200 тысяч километров там если вы рассчитываете эту машину для семьи на долгое время себе купить но обращайте на это внимание устраняйте всякие мелкие недочеты пока машина на гарантии девятым нюансом этого автомобиля именно honda да то есть у тебя этой проблемы нет пути он да есть это гарантия ученый гарантия 100 тысяч километров у те 150 коблин хрена почему и не могут одну и ту же политику сделать ну маркетинг великая вещь поэтому ребята и скорее понимают в нем и да есть вот такой нюанс это не совсем проблема это скорее нюанс автомобиля поехали дальше 10 проблемы этого автомобиля я бы выделил не очень удобное сидение я считаю что автомобиль одно из самых основных это сиденье и они должны быть качественными должны быть хорошие с правильными поддержками с регулировкой поясницы в них он должно быть комфортным потому что именно в них вы будете проводить свое основное время а поскольку эти автомобили скупает большинство таксистов то они в них вообще живут едят спят и и так далее а здесь сиденье все-таки недостаточно хорошие они не имеют поясничного упора они имеют достаточно маленькую подушку сиденья относительно короткая и вот боковые поддержки мне например они были узковаты конечно да у меня телосложение не самое худенькое но все-таки ребят например subaru садился там было все хорошо вреда даже в том же даст и в том же логане садился мне было комфортно мне было удобно и у меня спина на дальних расстояниях не болела а ездил я очень далеко там порядка 1000 километров за один присест и в киа я ездил на киа царата причем наверное километров 200 проехал у меня дико заболела спина затекли ноги затекла шея но это просто мучение и здесь действительно вот проблема будет скорее всего очень многим актуально поэтому обратите на это внимание если есть возможность возьмите машину на каршеринг прежде чем покупать и покатайтесь вот пару часов если у вас за пару часов ничего не произойдет со спиной с ногами покупаете 11 проблемы я бы выделил отсутствие света в бардачке увы его здесь нет и отделка на ему просто элементарный ступа пластик для всего в принципе поделки до хрен бы с ним здесь кстати даже листа 4 ввали ну правда с трудом он немножечко все таки не до конца пролазит он будет прижиматься но тем не менее но подсветки бардачка почему-то они не сделали но это это нюанс это не проблема это просто мелочный нюанс 12 проблемы этого автомобиля я выделил его мультимедийную систему но не потому что она какая-то неправильная там что-то плохо работает бликует нет она классный дисплей очень приятно реагирует четко не тормозит не глючит все с ней хорошо но нет камеры заднего вида в базе то есть как бы вы получаете этот дисплей на эту классную мультимедийную систему но без камеры заднего вида почему почему нельзя было и сразу сделать также у этой магнитолы в базе нету навигации никакой вообще я понимаю что можно как-то доставить туда-то обращаться но вы купили машину с завода у вас ее не будет то есть классная мультимедийная система в которой нет ни камеры заднего вида не навигации мне это не очень понятно и также звук в этом автомобиле действительно не самый лучший то есть я меломан я действительно придираюсь качеству звука и здесь он мне не понравился ну такие вот дела причем как бы вроде бы все хорошо мультимедийная система приятно естественно пользоваться удобно но вот эти три простых фактора они как-то меня очень смутили причем если мы берем теорию топовую версию кстати возможно здесь топовой версии музыка там очень приятно действительно и в принципе камера заднего вида там есть не знаю правда счет навигации почему не обратил внимание на именно топовую комплектацию когда снимал обзор на киа рио но здесь этого нет хотя вроде бы вы получаете классный мультимедиа увы увы есть свои нюансы поэтому 12 проблема этого автомобиля именно касается его мультимедиа 13 проблемой причем не хенда акцента а именно киа рио я бы выделил жесткость подвески у хенда она действительно классно вообще никаких претензий нет подвеска мягкая все хорошо она отрабатывается неровности а вот киа вам хорошенько по позвоночнику настучит действительно подвеска там очень жесткая и такой машине не очень приятно ехать где-то по плохой дороге по хорошему асфальт например столицах да в москве в минске никаких претензий нет все хорошо все приятно но как только хорошая дорога заканчивается начинается какие-то стыки и ямки это просто беда киа действительно он протряхнет весь позвоночник у хенды такой проблемы нет ну что давайте подведем итог я назвал 13 проблем и нюансов рио и акцента или соляриса в россии в принципе некоторые нюансы специфичны для каждой из моделей но в большинстве своем они конечно же пересекаются нюансы эти не критичны кроме двух по моему мнению это проблемы с катализатором и устойчивость на трассе но устойчивость на трассе нарушается после 120 килограмм в час до этого времени все с ней хорошо машины устойчиво управляется и поведению понятно больше 120 я вам настоятельно не рекомендовал разгоняться вы мне нужны мне нужны подписчики мне нужны просмотры и лайки так что берегите себя что касается проблемы катализатора да она актуальна да и за рассыпавшийся катализатора может вылететь мотор но если заправляться хорошим топливом грамотно обслуживать автомобиль в принципе 200 300 тысяч катализатор у вас проездят потом если нужны вы за 500 долларов поменяйте на новый и дальше будете ездить в целом проблема ты решаем и как бы жаловаться на автомобиль нет просто заправляйтесь на хороших заправках и будет вам счастье кстати смотрите мой обзор на теорию смотрите мой обзор на hyundai solaris я постарался максимально подробно обо всем рассказать о всех плюсах о всех нюансах я думаю будет вам интересно и подписывайтесь на мой канал также ставьте свой лайк пишите комментарии возможно какой-то другой автомобиль интересе может быть что-то там о каких-то проблемах вам еще хочется услышать я с удовольствием разберу тему и покажу вам все наглядно и детально кстати смотрите мою рубрику про парковщиков я действительно раскрыл для себя злободневную тему может быть вам понравится может быть и не поддержите там принципе я думаю тема вам будет знакомым поэтому просто посмотрите видео и либо поддержите либо нет напишите какой-то комментарий что блин полное говно не рубрика или наоборот да тема интересная с удовольствием поучаствовать рассчитываю на ваше взаимодействие всем пока